Андрей Юрьевич Виноградов Родился в 1976 году в Москве. В 1998 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук. Научный сотрудник отдела истории Византии Института всеобщей истории Российской академии наук. Участник ряда научных археологических экспедиций. Доклад ваш был посвящен очень интересной теме некого параллельного существования наряду с христианским мейнстримом некоторых побочных явлений, плодом которых стали апокрифы. И вот рядом с этим христианским мейнстримом постоянно существовало эрегалистическое направление, которое так или иначе вызывало критику со стороны официальных церковных позиций. Скажите, вот такое побочное, некое параллельное существование каких-то эрегалистических течений – это в принципе характерное для христианства явление? С точки зрения истории религии, то такое наблюдается практически в каждой религии, что есть более или менее строгое следование аскетическим идеалам. Другое дело, что в раннем христианстве, о чем я говорил, это имеет некоторый специфический оттенок. Связан он с тем, что ранние христиане, прежде всего в конце первого, первой половины второго века, еще очень напряженно жили в ожидании близкого второго прихода. Поэтому многие вещи, которые нам сейчас кажутся какими-то аскетическими ограничениями, отказ от определенной пищи, от воздержания полового и так далее, для них были совершенно естественно ненужными вещами. Зачем сейчас жениться и рожать детей, когда завтра мы все попадем в царствие небесное, если будем оставаться христианами? То есть вот эти эскатологические ожидания, они во многом подпитывали эту среду. Когда стало очевидно, что второго пришествия не будет прямо сейчас, оно отодвигается, встал вопрос, как согласовать те нормы, которые во многом были характерны для общины, и соблюдение которых возможно в состоянии некой приподнятости. Понимаете, например, та же норма общности и имуществ, которую проповедует Дея Апостолов, она возможна в состоянии некой приподнятости, ожидания, что скоро разрешится, имущество вообще не будет нужно. Однако, если люди продолжают существовать в социуме, то та же самая общность имуществ плохо начинает согласовываться с рамками социума. А когда христианство из маленьких общин превращается в большую религию, а в некоторых областях империи к началу четвертого века христиане составляли большинство, например, в Афрегии, то согласование этого аскетического идеала христианства с общими социальными нормами входит в противоречие. Опять же, против христиан появляется обвинение, что они, призывая к отказу от брака от деторождения, тем самым уменьшают число подданных императора и, прежде всего, воинов для армии. И вообще отказ от государственной службы состоял в таким же рамках. То есть, христианству приходилось в течение первых трех веков решать сложный вопрос. Как соотнестись с миром, когда нет второго пришествия, при этом не перестав быть христианством? Вот, собственно, в этом, с моей точки зрения, главная проблема аскезы первых веков. Если провести маленький эксперимент и попробовать сравнить те эгористические явления, которые существовали в первых веках христианства, с тем, что мы можем созерцать сегодня, это одно и то же. Для ранней церкви еще не было единой общей утвержденной нормы. Было священное писание, которое тоже, опять же, формировалось как канун, еще не окончательно было оформлено. Скажем, если мы читаем апокрифические деяния апостолов, мы видим, что для них книги Нового Завета зачастую не являются авторитетом. Они зачастую предлагают учения альтернативные. Главное, это было некое живое чувство присутствия Христа, своего отношения к Христу, которое в этих ранних общинах было. В то время как ситуация современная, схожие такие же эгористические течения, все-таки уже существует на форме четко сформированного церковного учения. И во многом вынуждены ему противостоять, либо его утрировать. То есть реально заключается в том, что течения есть такие же, но их положение в церкви все-таки иное. Регоризм в церковной среде проявляется в довольно разных областях. Можно довольно часто слышать такое мнение, что только клирики имеют, по сути, право анализировать наследие церкви, говорить о доктринальной стороне церковной жизни. С точки зрения церковной истории оправдана ли эта позиция? Ну, генезис этой точки зрения понятен и очевиден. Например, часто утверждается, что литургикой может заниматься только священник. Тот, кто сам не может совершать Евхаристию, не может ничего понимать, так сказать, в истории литургии. Это и так, и не так. Конечно, у священника есть преимущество, то, что он сам является не только внешним наблюдателем по отношению к таинству Евхаристии в истории, но и его участником. С другой стороны, мы знаем, что взгляд со стороны иногда намного точнее и яснее. То же самое и с богословием. С другой стороны, в истории церкви показывает, что далеко не всегда именно клирики были великими богословами. Начнем там от Оригена и заканчивая Максимом Исповедником и другими. Да, может быть, сказать, что клирики являют собой ядро, так сказать, ведущую часть церкви. Но здесь очень легко, так сказать, заблудиться, если глядеть только на себя. В этом смысле, так сказать, церковь все-таки шире. Церковь не состоит из одних клириков. И богословие касается тоже не одних клириков. Ну и, пожалуй, последний вопрос. Тема нынешней конференции связана прежде всего с христианской аскезой. С тем, что может церковь предложить современному миру. Как вы думаете, в условиях современного секулярного общества есть ли шансы у христианской этики, христианской аскетики, в принципе, выжить? Ситуация парадоксальная современная исключается в том, что любое христианское поведение, которое внутри христианства даже не является каким-то сверх аскетическим, и даже в полной мере аскетическим, в рамках современного мира является аскетическим. То есть те ограничения, которые на себя накладывает обыкновенный христианин, например, в просто верности супруге, в соблюдении какого-то минимального, так сказать, поста и так далее, для современного мира уже аскеза. В этом смысле христианство уже для современного мира является таким аскетическим вызовом. Быть христианином – это значит ограничивать себя в отношении множества того, что дает современный мир. Поэтому христианство предлагает современному миру, как мне кажется, уже не специфически христианскую аскезу, не стать монахом в миру, о чем речь в середине XX века, а о том, чтобы быть христианином вообще, и таким образом налагать себе эти самые аскетические ограничения. И тут уже вопрос касается не именно христианской аскетики, а христианству слова вообще, что христианство может предложить современному миру. И с моей точки зрения, самое главное, что христианство может предложить современному человеку, это возможность найти себя в этом бесконечном мире возможностей. Потому что бесконечность различных возможностей имеет обратной своей стороной то, что ты ни за чем не успеваешь. Ты хочешь всего, и в конце концов ты видишь, что ты обманут, не получил ничего или получил намного меньше того, что ты ожидал. Христианство для современного человека своего рода может быть тем фильтром, сквозь который он может пропускать жизнь, и фильтром, который оставляет после себя только самое нужное. Этот фильтр, любое фильтрование предполагает ограничение своего рода аскезу. И мне кажется, что христианство как таковое уже стало для современного мира аскезой.